Инвестиционный стандарт для муниципалитетов, земельный контроль в районах и компенсации собственникам аварийного жилья. Разномастные, но такие важные сегодня темы были в фокусе внимания участников Координационного совета при областном собрании депутатов. Резюме у моего коллеги Артемия Заварзина. Координационный совет представительных органов муниципальных образований начинает работу во всех смыслах в новом сезоне. Ведь в сентябре в Архангельской области прошло 18 выборных кампаний и большая часть депутатских корпусов на местах обновлены. Уже в октябре голосование в шести недавно созданных муниципальных округах, также на выборах в советы депутатов. Нам предстоит большая работа в составе и обновленных, и с учетом, знаете, так скажем, опытных, знающих, коллег, которые много лет руководят представителями обновленных на местах. И фронт работы действительно обширен. Взять хотя бы задачи по расселению аварийного жилья. Уже больше полумиллиарда в регионе потрачено на компенсации собственникам взамен изымаемых квадратных метров. И денег в казне достаточно, с учетом федеральной поддержки. Возводятся и новые дома. И на муниципальном уровне работу нужно как никогда активизировать. Если, допустим, дом стоит, который уже признан аварийным, и мы должны его расселять, а муниципальная власть не может найти тех собственников, которые необходимо или выплатить деньги ему, или, соответственно, его переселить. Ну, в основном, выплатить средства, это собственникам квартирных домов. Соответственно, они тормозят, соответственно, выполнение этой программы. Это работа муниципальной власти. Строительство, и не только социальное, увязано на инвестиции в эту сферу. И здесь с недавних пор у муниципалитетов появился свой стандарт. По сути, режим одного окна, где бизнес может получить информацию, сколь он востребован, будет со своим проектом в муниципальном образовании, насколько ему готовы помогать земельными и другими вопросами. На координационном совете говорили об успешном опыте северодвижных. У нас закон об инвестиционной деятельности Аркангельской области, который, так скажем, мы своим комитетом отрабатывали, вносили изменения год назад. На сегодняшний день в Северодвинске инвестконтракт не просто заключены, и это, скажем, реализуется. Там уже и в области строительства, например, стройка уже началась. В Аркангельске, к сожалению, такого нет. То есть вот примеры там, где действительно надо дорабатывать. Стандарт сегодня прописали у себя все 25 муниципальных образований региона. Главное, как указали участники встречи, чтобы везде результат почувствовали прежде всего жители территорий. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29.